Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Кто-то вниз А Верка не пропадет Все-таки нехорошо ее одну в этой ситуации оставлять Давай вернемся Ну, давай так, я вернусь, а ты иди домой Укутайся пледиком, чай с медом попей Вернусь, проверю Хорошо Поехали Малыш, мне было очень хорошо Как ты сказала? Мой малыш Не, ее так называть не надо меня А как? Какой я малыш? Какой я малыш? Мы гигант Кофе хочешь? Ага Ну, а ты пока На, мультики посмотри Я не понимаю, откуда в людях столько ненависти Я чудом осталась жива Они просто вели себя как звери Меня подруга спасла Она работает в этом переходе Ей весь ларек разбили У меня папа был футбольным болельщиком И нормальным человеком А эти просто уроды Вы оценили ущерб? Не знаю, считать надо И в себя прийти Ты куда? Прости, нужно бежать Прости Максим Стой, стой Может ты под шумок сперла что-то? Сумку мне показала, сумку! Ты дурак! Достань от меня! Ты мне за этот ларек натурой отдашь Понятно? А если жене позвонишь Я тебя вообще уроюсь Слышь, земляк! Девочку отпусти Ты кто такой, а? Ну что? Поехали Отвезу тебя домой Здесь я живу Дома нет никого Сойдешь Нет Мы еще увидимся Не думаю. Это из-за Риты? Да. Верочка, это Эдуард. Здравствуйте. Верочка, Максим звонил утром, ну, то есть у нас ночь была. Я толком ничего не понял, спрашиваю, просил денег для матери. Что там с Галей, что-то плохое? Да нормально все. Просто Макс, как всегда, преувеличивает. Мы еду и деньги отправляем. Ничего не надо. Точно? А то у меня с деньгами сейчас туговато. А просить у жены сама, понимаешь, ну, не хочется. Ой, а когда он хотел жене и сыну помогать, правильно? Никогда. Вера, я же тут не на мешках с долларами, все же правильно. А вот ваша жена, кстати, тоже не на мешках, но сидит. Вера. Ой, все, идите к черту. Господи. Кирюш, заходи. Я камин растопила. Что там с Верой? Все хорошо. Отвез ее домой. Молодец. Что это? Это я с Верным начальником поговорю. Тяжелый день. Я поехал. Верочка, Вера, я видел по телевизору, как ты? Ой, прекрасно. Пока ты где-то шлялся, там я чуть в жертвы и фанатов не стала. Я в редакции был, Вер, прости. А телевизор где нашел? В редакции. Я задержался, прости, ради Бога. Все, все, все. Прости. Может быть, ты водички хочешь? Ну, ничего, ничего. Все нормально. Все, не тискай. Ну, не тискай, ну, не тискай. Все. Все, успокойся. Все, все, все. А знаешь, кто еще со мной влип? Да, я видел Риту и Кирилл. Ее чуть фанаты не затоптали, я вытащила. Спасибо, хоть сказала? Спасибо, сказал. Пусть подавится своим спасибо. Все такая деловая. В брендовых шмотках. Отец-то звонил. Когда? Только что. Сказал, что у него нет денег. Какая сволочь. Сомневался? Козел он и есть козел. Отец-то звонила. Слушаю. Бронислава Янна, это Григорий, частный детектив. Здравствуйте. Доброй ночи. Григорий, что-то случилось? У меня есть новости по вашему делу. Мы сможем с вами встретиться завтра? Конечно. Приходите в обед в наш офис. Бронислава Янна, а мы могли бы с вами встретиться в каком-нибудь уютном ресторанчике? Не все же время вам работы. Нужно ж и отдыхать. Я вас приглашаю. Хорошо. Встретимся в кафе напротив офиса. Но я буду платить за себя сама. Но… Это не обсуждается. Завтра в семь. Хорошо. Да, алло. Витка, привет. Это Вера. Ой, Верочка. Хорошо, что ты позвонила. Я бы сама тебе набрала, но не успела вчера взять твой номер телефона. После этого кошмара сложно было сообразить. Как ты? Я-то нормальная. Ты как? Я тоже ничего. Кирилл вчера очень помог. Слушай, а может, мы встретимся? Я рассказала Максиму, как мы пересеклись. Он просто потрясен. Он тоже хочет увидеться с тобой. Может, тогда сегодня? Я пол седьмого освобождаюсь. Можем семь. В ресторане «Кувшин» на Архиповской знаешь? Знаю. Слушай, а может, в каком-нибудь другом ресторане? Ну, чуть попроще. Нет-нет-нет. Плачу я. Все нормально. Это самое малое, чем я могу тебя отблагодарить. А Кирилл будет? Я спрошу у него. Ну все, тогда до встречи. До вечера. Ладно. Я ни в какой кабак с твоей Ритой не пойду. Ты что? С ума сошел? Он же был облюблен в тебя, как кошка, как кошка. Тем более, она сказала, что за все заплатит. Ты не понимаешь, что после всего, что ее отец сделал, я видеть ее не могу? А ты можешь? Ну и дурак. Зато ты умная. Что ты опять себе придумала? У тебя план какой-то? Догадливый. Я хочу, чтобы все Риночкины деньги стали нашими. Каким образом? Это я пока не придумала. Но я обязательно это пойму. Но для начала нам нужно восстановить нашу прекрасную ее мужскую дружбу. А без тебя это будет сделать очень сложно. Поэтому ты не просто пойдешь в этот ресторан. Ты в него побежишь. Ошибаешься. Вера. Глянь, одни в жинсе. А брюки где? Вера. Я не пойму, а костюм где? Не знаю. Может, я его в твоей квартире оставил. Ты что, дурак? Где я сейчас возьму деньги на новый костюм? Какая разница, в чем я пойду? Надо же. Алло. Максим Эдуардович? Это из колонии? Да. Что с мамой? Ее нужно срочно переводить в нормальную больницу. Иначе вы свою маму потеряете. А разве это возможно до освобождения? Возможно. Я могу написать ходатайство и поручиться за нее. Если вы со своей стороны проявите расторопность. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, понимаю. У вас максимум недели. Все хорошего. До свидания. Что опять случилось с твоей мамой? Болеет. Ты права. Нужно идти в ресторан. Угу. Тем более на халяву. Так. Я пойду заберу у Журы свои бабки. На новый костюм должно хватить. Встречаемся через час. Будем торговать. Вера, мне в редакцию нужно заскочить. Слушай. А знаешь что? Ты сейчас пойдешь в свою редакцию. И уволишься. Ты с ума сошла? На что мы жить будем? У нас будет столько денег. У тебя будет такая работа, что мы будем деньги лопатой грязи. Ты будешь работать у Риты. Ну все, давай, идите ты. Все, пока. Давай. Богдан Иванович. Да? Мы тут с сыном про вашу болезнь поговорили. Так он предложил вас нашей Татьяне показать. Какой Татьяне? Зачем? О знахарке. Из деревни Андреевка. Ну что под Захаревском, знаете? Знаю. Ну и что это ваша Татьяна? Да к ней со всей земли едут. Вытаскивает из могилы людей буквально. Может и вы бы к ней съездили. Спасибо, Ангелина Борисовна, за беспокойство. Только не верю я в этих знахарок и колдунов. Вон врачи ничего не сделали. А что эти шаманы сделают? Мое дело предложить. А вы как знаете. Спасибо. Так, обед готов? Я пошла на кровать. Что ты хочешь? Деньги мои гони. Сейчас поедем. Что ты хочешь? Деньги мои гони. Сейчас поедем. Деньги мои гони. Деньги мои гони. Все. Все. Вы запишите. А то опять все перепутаете. Все. Можете идти работать. Добрый день, Максим. Проходите. Добрый день. Опаздываешь. Извини. Что-то случилось? Ну говори. Лена, Лена Павловна. Я пришел сказать, что я больше не буду у вас работать. На заявление. А что случилось? Да ничего. Просто… Мне кажется, мы не можем больше вместе работать. Ты боишься, что все узнают про нас с тобой? Да идиотская ситуация, Лена. Подчиненный спит своей начальницей. Это все, что тебя волнует? Максим, я понимаю, что ты чувствуешь себя и газа на мне, но это не так. Давай не будем это обсуждать, Лена. Ну хорошо. Я не буду тебя удерживать. Уходи, если хочешь. Вот. Можешь даже не отрабатывать две положенные недели. Спасибо. А, да. Оставь себя. На память. Пока. Угу. Маргарита Владимировна, разрешите? Да, конечно. Заходите. Здесь документы, которые надо просмотреть до вечера и подписать, если не будет возражения. Хорошо. Спасибо. Что-то еще? Источка, мне нужно обсудить с вами еще один рабочий момент. М-м, да, конечно. Присаживайтесь. Я вас слушаю. Только не говорите сразу, что я старый дурак и зануда. Что вы, Николай Андреевич, вы же знаете, как я вас тяню. Благодарю. Суть в том, что проект «Южный» — это флагман нашей компании. И не гоже, чтобы ваш друг Кирилл вел этот проект, как говорится, самостоятельно. Вы считаете, что он что-то делает не так? Нет, все так. Парень, он башковитый, конечно, но… Мне кажется, что его смета слишком завышена. Она не соответствует средним ценам? Соответствует. Но мы же строим жилой комплекс не бизнес-класса, а эконом, как теперь говорят. Поэтому кое-что меня в его смете настораживает. Нет, я, конечно, могу ошибаться и по отчетности все сходится, но лучше проекты подобного рода вам держать в своих руках. Вы тогда сможете знать всю смету до копейки и окончания строительства до последней минуты. И в любой момент можете проверить использованную и потраченную копеечку лично. Так что подумайте об этом. Хорошо. Спасибо за совет. Я вас поняла. Спасибо. Я спокойен теперь. Смотрите еще этот. Угу. Да не переживайте вы так. Вот берем мы вашему мужу костюм. Если возникнут какие-то проблемы, у нас работает отличный мастер. Все подгонит по размеру. Времени мало. У нас через пару часов очень важная встреча. От этой встречи будет зависеть дальнейшая судьба моего мужа. Хорошую работу предлагают. Ну да, это связано с карьерой. Понимаете, у него должен быть такой внешний вид, чтобы в него можно было почти влюбиться. Думаю, что да. Ира! Ира! Так. Ну как? Повернись. Подними пиджак. Как тебе брюки? Ну нормально. Слушай, может я в джинсах пойду все-таки? Ну зачем этот пафос весь? Если ты ничего не понимаешь, лучше молчи. Мы возьмем этот костюм. Да, еще рубашку. Да, желательно белую. Лучше не белую. Хорошо. Я сейчас принесу несколько вариантов. Да, и мы можем отпарить костюм и выгладить рубашку. Спасибо. Спасибо. Привет. Привет. Кирюш, я хотела тебя попросить, подготовь мне, пожалуйста, подробный отчет по Южному. От начала разработки до сегодняшнего дня. Я же показывал тебе смету по последнему кварталу. Да, но я там кое-что не поняла. Наверное, недостаточно вникла в ситуацию. Ну давай ты будешь мне отчитываться по Южному каждую пятницу. Договорились? Рит, ну я тогда только этими бумажками и буду заниматься? Мне специально ничего писать не надо. Ты просто будешь мне показывать новые договора и оплаты по ним. Я просто хочу держать руку на пульсе. Хорошо. Рита, а какие у тебя планы на вечер? Представляешь, договорились встретиться в ресторане с Верой и Максимом. Ты думаешь, это хорошая идея? Нормальная. Может, я с тобой? Да нет, не надо. Мы посидим недолго и разойдемся пять лет на десять. Ну, как знаешь. Здравствуйте. У вас заказы для стариков? Меня должны ждать. Маргарита Владимировна Скульская. Тогда я помню. Привет. А почему ты одна Максим не захотел? Ой, прям там не захотел. Он в своей гости еще сидит. Скоро будет. А ты Кирилла говорила? Да, у него встреча. Просил передать привет. Ему ответный. Ну что, будем что-нибудь заказывать? Или Максиму подождем? Что нам этот Макс? При нем толком не поговорить. Давай будем заказывать. Будьте добры, пожалуйста, нам тарелочку фруктов и бутылочку шампанского, да? Это как-то не по-английски. Хорошо. Тогда можно нам двести грамм односолодого виски двенадцатилетней выдержки есть у вас? И никакого льда. Вот так будет под виски. А фрукты все ли? Да? Да. Спасибо. Ну как ты? Давай ты рассказывай. Все-таки ты меня спасла. Да? Ты ведь как обычно побежала спасать какую-то девчонку. Ну ты же меня не бросила. И как я тебя брошу? Знаешь, Рит, я хотела перед тобой извиниться. За что? Ну за то, что тогда на похоронах твоего отца я не подошла к тебе. Я вроде как и не прийти не могла, а подойти не смогла. Да я понимаю, ты винишь папу в смерти дяди Вадима, я понимаю. Ну и не только. А в чем еще? Да не слушай, это я так брякнула. Ну что? Помянем наших папочек? Угу. Царствуем небесное. Знаешь, пока Макс не пришел, не ладится у нас с ним. Наверное, Бог мне наказывает за то, что я тогда его у тебя увела. Это что, Вера, это все в прошлом. Ты моя единственная подруга. А ты моя. Мне и рассказать-то это некому. Не хочу я с ним жить. Да я не могу. Особенно, когда ребенка потеряла, я… Как потеряла? Простите, что опоздал. Олег, где ты? Ходишь? Угу. Привет, Олег. Здравствуй. Давно не виделись? Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Мы ничего не заказывали и ждали тебя. Вот только виски. Так давайте заказывать. Я страшно голоден. Садись. Официант! Промислава Яновна, ужасно. Ужасно рад вас видеть. Давайте присядем, поговорим. Благодарю. Вы так удивлены, как будто бы не ожидали меня здесь увидеть. Вы же сказали мне по телефону, что имеете, что мне сообщить. Да. Только давайте для начала что-нибудь закажем. Как всегда. Как я могла по-другому. Ой, такая мелодия. Ой, слушай, пойдите потанцуйте. Ой, нет. Пойдите потанцуйте. Я пока доем. Ну, правда. Потанцуете? Ну, давай. Ну, идем? Да. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Прости, я не могу. Макс, подожди. Сейчас что случилось? Чего? Чего? Ты не понимаешь? Ты правда не понимаешь, что твой отец на всю жизнь испортил? Да я с тобой танцую здесь. Я не понимаю, а при чём твой отец? Да как при чём? Мы ребёнка потеряли за него. Моя мать в колонии за него сидит. Я ненавижу ваше чёртово семейство. Макс, пристись. Тихо, чёрт. Макс! Что случилось? Мерочка, прости. Всё из-за моего папы. Я не знала. Правда. Рит, я… Мне жаль, я не знала, что разговор зайдёт в это русло. Для Макса это… Прости. А у вас ещё нехорошо, уютно. Да. Бронислава Яновна, вы уж простите великодушно, что я так за вами и увязался. Не беда, не беда. Это же срочно, правда? Это очень срочно. Ну вот, видите. Так, благодарю вас. Прошу, Григорий, присаживайтесь. Прошу вас. Да, Маргарита Владимировна. Григорий, здравствуйте. Извините, что беспокою. Мне очень нужно срочно с вами поговорить. Да. И я сейчас у Бронислава Яновны. Давайте ей трубку передам, она вам адрес свой скажет. Сейчас, секундочку. Это кто? Маргарита Владимировна. Алло. Да, здравствуйте, Бронислава Яновна. Извините за беспокойство. Мне просто очень надо с Григорием переговорить. Да, Риточка, так приезжай ко мне. Пожалуйста, продиктуйте адрес. Конечно. Рижская, сорок восемь, квартира сорок один. Ты далеко? Нет, недалеко как раз. Я сейчас буду. Спасибо. Хорошо. Ждем тебя. Спасибо. Бронислава Яновна, Скользкий не заказывал эти фотографии. Так же их не заказывал молодой человек Аня. Этот Егор. Я думаю, он специально подстроил это знакомство, потому что знал, что Аня похожа на покойную жену Скользкого. Ну, а потом, когда ситуация вышла из-под контроля, Аня решила Егора бросить. Подождите, Григорий, тогда эти фотографии должны быть выгодны Егору. Может быть. Но не за полгода. До заключения законного брака. Ну, а кто же тогда заказал эти злосчастные фотографии? Кто-то умный, циничный. Кому было выгодно разрушить этот брак? Кто работает в вашей компании? У вас есть предположения? Ума не приложу. Хотя, если честно, это могло быть выгодным Кириллу. Кириллу? Кириллу Романову. А каким образом? Мне кажется, что у него есть виды на Риту. Угу. И он мог бояться, что Рита после смерти не получит наследство целиком. Я думала, у тебя нервы сдали, а ты ее так ловко на крючок потерял. Вера, у меня, правда, нервы сдали. Я не могу больше в этом участвовать. Перестань, перестань! Она теперь со своим чувством вины не сможет перестать с нами общаться. Макс, это тебе надо было в театральный поступать. Вера, давай закончим, а? Не будем больше это продолжать. Нет. Все будет хорошо. Мы восстановим нашу справедливость. Так какую нашу справедливость, Вера? Ты же для себя все это делаешь. Просто используешь меня. Слушай, ты. Я могла тебя бросить в любой момент. Но вместо этого я торговала в этом поганом ларьке. И если ты не со мной, иди ты к черту. Здравствуйте, Бронислава Яна. Здравствуй, Риточка. Проходи. Не разувайся. Извините, что так поздно. Ничего, ничего. Проходи. Здравствуйте, Григорий. Еще раз здравствуйте, Мария Владимировна. Присаживайся. Григорий, у вас наверняка остались какие-то связи в правовых структурах. Ага. Смотря для чего. Очень надо, чтобы Галина Каменецкая в ближайшее время вышла по УДО. Цена значения не имеет. Это возможно? Ну, сейчас, после смерти Владимира Петровича, я думаю, да. Субтитры подогнал «Симон» 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 Я хочу с тобой поговорить. Заходи. Говори. Маргарита Владимировна, я… полюбил вас с первого взгляда. И считаю, что мы созданы друг для друга. Вот ты моей женой. Кирюш, ты так хорошо все это сказал. Я давно хотела услышать эти слова. Но не от тебя. Я знаю. Ты никогда не сможешь на него положиться. Знаю. Я понял. Прости. Прости. Доброе. Доброе утро. Успокоился? Да. Я блинчики тебе сделала. Кушай, пожалуйста. Спасибо. Вкусно? Скажи мне, что дальше? Дальше? Мы с тобой разведемся. Ты охмуришь Риту и женишься на ней. Я отсужу после развода. Половину ее денег. Хитренький. Отсудить можно только, если вы их совместно наживали. Тогда как мы их получим? Рита умрет, а ты станешь ее единственным наследником. Ты издеваешься? Я что, с ней до старости жить должен буду, что ли? Нет. Ты сделаешь так, чтобы она умерла еще во время свадебного путешествия. Ты шутишь? Чего ты так пугаешься, а? Кушай блинчик и слушай. А? Ой, Ритка, привет. Привет. Что случилось? Ты прости, что я к тебе обратилась. Мне просто больше не к кому. В общем, мы с Максимом решили разойтись. Вчера решили? Да нет. Нет, у нас давно все расклеилось. Нам жениться-то не надо было. Это так. Юношеская глупость. Он и не любил меня никогда. Да. Вер, я при чем? Рит, Максима уволили из редакции, а работу сейчас найти очень трудно. Он бы сам к тебе никогда не пришел, наговорил тебе вчера всякого. А на самом деле он жалеет, что вы с ним тогда разбежались. Уж я-то знаю. Просто он совсем один остался. У него вся жизнь наперекосяк пошла. Ну, а он ведь человек хороший, отзывчивый, ответственный, просто мягкий и непропивной. Да, я знаю. Давай я попробую. Пусть на днях ко мне заходит, поговорим. Спасибо, Ритка. Ты настоящая подруга. Давай. Давай. Ну, сейчас поедем. Да, Степ. Давай, говори, что случилось. Илюха, у нас проблемы. Министерство решило отобрать землю, на которой мы строиться хотели. Так ты ж говорил свободно. Так была свободно. Они на ней свои дома построить теперь хотят. Для тех, кого в запас увольняют. Бабки нам кто вернет? Да никто не вернет, если нас попрут. Ну что, совсем без вариантов, да? Есть пока варианты. Надо на лапу дать кое-кому. Тогда от нас отстанут. Но это такие бабки, которых мы с тобой пока в портфеле не нужны. Степа, сколько? Давай. Ну, минимум пол дома. А то и дома. Наликом. Слушай, с другой стороны, дома потерять – это лучше, чем целый комплекс. Все, понимаешь, нам эту землю потерять ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Понял? Ну, давай, решай там. Все, отбой. Чего сидите? Налили быстро. Малая, сюда иди. Ну что, давай, бери. Малая, сюда иди. Вера? А как ты узнала мой адрес? А говорил, что не увидимся. КОНЕЦ